В эфире служба новостей Саров-24 в студии Мария Ирунич. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Безопасность дорожного движения 3 июля в России отмечается День ГИБДД. Путешествие вокруг слова Нижегородская группа Чкалов выступила в Сарове. На стадионе 10-й школы прошел турнир по дворовому футболу. Далее расскажем обо всем подробно. Всегда на страже. Личный состав Саровской дивизии два раза в год проходит плановое обучение. Комплексные занятия по выполнению требований безопасности включают теоретическую и практическую части. Летний период обучения начинается в Росгвардии каждый первый понедельник июля и длится 4 месяца. Завершится обучение сдачи зачетов по основным воинским дисциплинам. Вот так наглядно военным продемонстрировали силу, казалось бы, безопасного патрона от сигнального пистолета и взрыв пакета, который имитирует разрыв ручной осколочной гранаты. На одной из учебных точек военнослужащим на практике показали, что будет, если не соблюдать требования безопасности при обращении со средствами имитации и холостыми патронами. Первая поверхность у нас будет такая же форма, которая на вас, на мне. Соответственно, увидим, что с ней будет. Как говорится, оружие шуток не любит и ошибок не прощает. Все присутствующие могли убедиться, что холостой пластмассовый патрон оставил заметные повреждения не только на ткани, но и на листе железа и с легкостью пробил фанеру. За два дня таких занятий всему личному составу наглядно покажут и разъяснят, как вести себя в быту, чтобы сохранить жизнь и здоровье себе и близким. Традиционно данный период начинается проведением занятий по морально-психологической подготовке, где ставятся задачи на очередной период, подводятся итоги за первые полугодия. Задачи и цели нового периода обучения военнослужащим довели на торжественном митинге, посвященном открытию летнего этапа обучения. Традиционно с напустленными словами выступили представители ветеранских организаций, духовенства, а также руководители администрации, которые выразили благодарность всем тем, кто охраняет рубежи нашего города. Благодаря вам, сотрудникам института, научным работникам, испытателям была предоставлена возможность создания и совершенствования ядерного щита нашей страны, образцов новейшего вооружения. Нагрудные знаки, грамоты и ценные подарки вручили прапорщикам и сержантам, которые бдительно несли боевую службу и не допустили проникновения нарушителей на территорию важных государственных объектов. И зато Елена Грецкова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Сарова, 24. 3 июля свой профессиональный праздник отмечают сотрудники ГИБДД. В их обязанности входит не только обеспечение безопасности и порядка на дорогах, но и контроль над тем, чтобы любые участники движения, включая пешеходов, соблюдали установленные правила. Важная составляющая работы Госавтоинспекции – активная пропаганда безопасности дорожного движения среди детей и молодежи. О тех, кто стоит на страже порядка на дорогах нашего города, расскажем в следующем репортаже. Старший инспектор ДПС Денис Расоха вместе со своим напарником профессиональный праздник встречают в патрульной машине. Задача – дежурный объезд района, выявление нарушений и составление протоколов. В любой момент они, включив сирену и проблесковые маячки, помчатся на место ДТП или в погоню за нарушителем. Как признали сами полицейские, такое в Сарове случается достаточно редко. Чаще работа дорожной полиции – это рутинная проверка документов. К водителям они стараются относиться лояльно и не штрафовать, если такая возможность есть. Конечно, придерживаемся законно. Если, допустим, человек нарушил, и за это предусмотрено предупреждение, объясняешь, вроде предупреждаешь, чтобы в следующий раз не нарушал. Как рассказывает стража дорог, юридическая грамотность граждан растет с каждым годом. Нередко водители пытаются подловить сотрудников ГИБДД на незнании того или иного пункта закона. По словам Дениса Рассухи, дорожные полицейские в городе в этом смысле подкованы и образованы. На вопрос, чего никогда не простить водителю за рулем, ответ однозначный. Совершил ДТП, не дай бог, конечно, там сбил пешехода и пытается скрыться. Мы просто обязаны задержать его в любом случае. Потому что, если мы это не сделаем, он может продолжить движение и также сбить другого человека или там повредить другое транспортное средство. На груди патрульных маленькие камеры. Они нужны для того, чтобы любое действие сотрудника ГИБДД на дороге было зафиксировано. На вопрос, не страшно ли им увидеть себя на популярном видеохостинге, Денис ответил отрицательно. У нас сотрудники грамотные. Если придерживаться рамках закона и выполнять свою непосредственную работу, то почему? Пусть выкладывают, если им это хочется. Посмотрим вместе и посмеемся. Свой профессиональный праздник сотрудники Дорожной полиции города проводят на рабочих местах. Поздравления в свой адрес от водителей они, конечно, не ждут. Но лучшим подарком для себя считают смена, во время которой они не выявили ни одного нарушителя. Кирилл Васильев, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24. 6 июля на танцплощадке парка имени Зернова заработает летний кинотеатр. В день открытия можно будет посмотреть серию короткометражных фильмов из программы Всемирного фестиваля уличного кино. Кинотеатр будет работать каждую пятницу. В 8 вечера начинается детская программа, а в 9.30 – взрослая. Смотреть фильмы можно будет на комфортных креслах-мешках и скамейках с мягкими подушками. Вход свободный. В случае плохой погоды просмотры могут быть отменены. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Во второй половине августа в оздоровительно-образовательном центре «Березка» пройдет традиционная молодежная профильная смена «Наше дело». Это уникальная площадка, где каждый участник сможет подготовить и предложить к реализации свою инициативу. В этом году участников ждут встречи с волонтерами крупных мировых спортивных соревнований, открытия экологической тропы, футбольный матч между сборными командами профильной смены и органов местного самоуправления, развлекательные программы и многое другое. В среду, 4 июля, в детской библиотеке имени Пушкина пройдет новая встреча в рамках проекта «Необычное летнее открытие» или сокращенно НЛО «Семья моя планета». Под таким девизом ребята и их родители узнают, от кого зависит, станет ли семья целой планетой или нет, какие на ней будут установлены порядки, действуют законы. Проект «Необычное летнее открытие» проходит в детской библиотеке имени Пушкина каждую среду. Начало в 14 часов. Приглашаются все желающие. Спортивная школа «Икар» приглашает горожан посмотреть игру национальной сборной на самом большом в городе экране. Напомним, следующую встречу сборная России проведет против хорватов в субботу, 7 июля. Начало в 21.00. Игру в прямом эфире будут транслировать на большом экране стадиона «Икар». Вход свободный. В их репертуаре множество оригинальных кавер-версий на известные мировые хиты и песни собственного сочинения. Нижегородская группа «Чкалов» дала большой концерт в Сарове. Музыкальный коллектив, образовавшийся в середине нулевых, заслужил популярность как в нашей стране, так и за ее пределами. Группа «Чкалов» исполняет песни на 12 языках мира, используя в своих выступлениях оригинальные инструменты и нестандартные аранжировки. Нижегородские рокеры из группы «Чкалов» приехали в Саров за несколько часов до концерта и сразу же отправились на сцену. Саундчек перед выступлением – необходимая процедура для всех коллективов, которые исполняют живую музыку. В программе выступления «Чкалова» можно услышать как авторские песни, так и совершенно неожиданные звучания известных композиций. «Вы знаете, мы любим рок и, наверное, отличаемся во многом от некоторых других музыкальных коллективов, которые поют кавера, будем об этом говорить в первую очередь, да, тем, что мы не пытаемся умаслить слушателей, а хотим немножко, чтобы их заставить подняться на сыпочки чуть-чуть. Мы начнем с такой более-менее попсы, с общения, с интерактива, а потом жахнем как следует, прямо уже ближе к концу концерта». Группа «Чкалов» в Сарове не первый раз. Фронтмен коллектива Данила Чирьев бывал в нашем городе еще в составе других проектов. А в 2006-м музыкант со своим нынешним коллективом выступал на Дне молодежи. И вот спустя 12 лет «Чкалов» снова на саровской сцене. Среди привычных гитар, клавиш и барабанов на сцене сложно не заметить необычный инструмент, с которым с легкостью управляется солист группы. Это термневокс, первый в истории электромузыкальный инструмент. «Перемещая руку внутри электромагнитного поля, который создается антенной, мы слышим изменение тона, изменение ноты. Он, в общем-то, уже вполне запросто, может быть, выставлен на сцену и рок-концерты в том числе, что мы и делаем. Делают это немногие, а в Нижнем Новгороде вообще никто. Поэтому мы, скажем так, как Валерий Павлович, некий первопроходцы, но он небо покорял, а мы звуки». Яркая и самобытная нижегородская группа названа в честь великого советского летчика Валерия Чекалова. И это неспроста. Музыканты считают себя продолжателями дела Чекалова. В репертуаре группы песни на 12 языках мира, которые они исполняют не только в родной стране, но и на других континентах. «Мы представляем свою программу как «Traveling around the world», причем не «World», а «World», то есть чтобы это было такое путешествие, чтобы было вокруг слова, ну и вокруг мира. Ну а что лучше, чем в наше время, чем некая такая романтика, тоска по небу, тоска по путешествиям, по самолетам, по героизму и так далее». На память о концерте музыканты группы Чекалов подарили зрителям авторские диски с собственными песнями. Дарья Цапорыгина, Константин Островский, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24. Скульптура, созданная природой. Корнепластик – это одно из направлений декоративно-прикладного искусства и самобытное творчество, связанное с изготовлением фигур с корней. Скульптура в технике корнепластики имеет замысловатые формы и некую недосказанность, которая позволяет каждому человеку по-своему трактовать представленный образ. В библиотеке имени Маяковского открылись выставки, посвященные природе и животному миру. Кандидат физико-математических наук, обладатель звания лауреата Ленинской премии в области науки и техники, создатель множества изобретений. А еще автор различных литературных трудов. Анатолий Иванович Герасимову 88 лет, но он по-прежнему ведет активный образ жизни. Особое место среди его увлечений занимает корнепластика. Материал для будущих скульптур Анатолий находит в обычном лесу. Прикажу с лопатой, с топором, с пилой. Во-первых, выгребаю землю. И, как правило, в половине случаев действительно обнаруживается, что корни довольно интересные. Отпиливаю, привожу домой, очищаю сначала от земли, потом от коры, потом сушу. Процесс создания фигуры с корней несложный, но требует немало времени. Сушить найденный корень необходимо примерно полгода. Этого времени достаточно, чтобы присмотреться и определить, какое животное из этого получится. Потом уже окончательно дорабатываю, придумываю, как покрасить акварельными красками. Вместе с выставкой «Чудеса Саровского леса» в библиотеке имени Маяковского можно познакомиться и с картинами из серии «Добрые звери». Автор работы Николай Мачалин увлекается рисованием с детства. В школе он отправлял свои рисунки на всесоюзную выставку и не раз получал приглашение учиться в одной из московских художественных школ. Предложение Николай не принял, но и рисовать не бросил, даже в зрелом возрасте. Для жены попросила она меня сделать, чтобы в комнате. Я нарисовал около 13 пейзажей, много натюрмортов и почти столько же подарил. Один из любимых жанров живописи Николая – анималистическая. В каждого нарисованного животного художник вкладывает частичку своей души. Рисует Николай Викторович исключительно на крещенской воде. Да и сам процесс создания работ достаточно необычный. Я в пять часов встаю, в четверг обычно, начинаю рисовать. Рисую до где-то без 20-10, вот в четверг. Потом откладываю работу и где-то так что-то подправляю, а основные вот типа глаза или еще что-то оставляю до следующего четверга. Познакомиться с работами авторов можно в Зале искусств Библиотеки имени Маяковского. Выставки продлятся до конца августа. Мария Руинч, Артемий Глазков, Александр Мальков. Служба новостей. Саров-24. Дворовая компания. Появилась эта цель не на пустом месте. Примером для Андрея стал Игорь Акинфеев. Я нашел позицию, когда увидел первый матч сборной России и уже точно не понял, как играет Игорь Акинфеев. Мне понравилось, когда с дедушкой сидел, смотрел этот матч, дедушка сказал, смотри, как Игорь Акинфеев играет. И я начал увлекаться этой игрой. На позиции вратаря Андрей играет уже 10 лет. Оттачивать свое мастерство молодой человек начал еще в детском саду в возрасте 5 лет. Как сделать вратаря непробиваемым, он знает не понаслышке. Вратарь, когда приходит на тренировку, должен сначала размяться, чтобы подготавливаться ко всем матчам и ко всем тренировкам. А второй, он должен пройти все вратарские упражнения. Перепасовка в одно касание. Лестница, различные удары и прыжки. Вратарские упражнения он изучает не только ради самого футбола. После школы поступать Андрей будет в университет физкультуры на специальность тренер футбольных вратарей. Но он всегда будет помнить, что начался его спортивный путь именно с участием в дворовом футбольном чемпионате. Здесь находятся ребята и те, которые занимаются в секциях, и те, которые просто увлечены футболом, но никогда не занимались в спортивных секциях. Просто вышли во двор ребята поиграть в футбол. Поэтому здесь все, кто увлечен этой игрой. Атмосфера на этом дворовом футболе стоит хоть и дружеская, но по-спортивному напряженная. Каждая команда стремится к победе. Если на площадке сходятся две равных по силе команды, исход поединка решает спортивная удача. Кирилл Васенин, Артемий Глазков, Владимир Лисик. Служба новостей Саров-24. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sarov24.ru. В студии работала Мария Рунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова